Крепкое рукопожатие главы города – залог поддержки подрядчика в начале большого и важного проекта. Но, учитывая масштабы будущих работ, в которых не обойтись без перекрытия основных транспортных потоков, идущих в Витязево, и временную переадресацию их по другим улицам, Сергей Сергеев настаивает на четком графике работ и его неукоснительном соблюдении. Значит, от вас мне гарантийное письмо. От вас, что? То есть, график производства работ. У меня есть люди, которые будут следить за исполнением графика. Это раз. Меня не волнует согласование с ГИБДД, с ним. Работаем день и ночь. Потому что у нас не за горами курортный сезон. И выходим с курортной зоны, чтобы мы про это забыли. Так, водовод нам нужен вот так. Но нам нужно и принимать отдыхающих, в конце концов. Во время прокладки трубопровода будет полностью перекрываться улица Светлая. Дальше строители поднимаются до улицы Горького и повернут на Красноармейскую. Это самый напряженный в курортный период участок. А всего до федеральной трассы необходимо будет проложить 6 километров трубопровода. Глава города побывал и в жилом секторе, где проляжет новый водовод, практически пару сул старого, который то и дело приходится латать. Жители поселка готовы потерпеть разрытие, ведь проект позволит серьезно увеличить пропускную способность водных артерий. А сейчас, если мы сделаем, у нас от двух источников будет город питаться. Мы Витязево закроем? Мы Витязево закроем, поддавим на город Пионерский, поддавим оттуда по новому водоводу 1200, где работы сейчас идут. То есть мы решаем две проблемы – Витязево раз, город, и в случае аварии на любом из них мы можем свободно питать. Новый водовод увеличит подачу воды и на Пионерский проспект, когда летом там многократно возрастает ее потребление. Этот федеральный проект и призван снять напряжение по потребностям в питьевой воде именно в курортной зоне у санаториев и пансионатов.